Добрый день! Сегодня в нашем лицее в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы» проводится замечательный семинар, на котором выпускники нашего лицея 2015 года, которые получили 100 баллов на ЕГЭ по математике, поделятся своим опытом успешной подготовки к экзамену. У нас в гостях медалисты нашего лицея 2015 года, студенты Московского физико-технического института Настя Запорожец и Даниил Расторгуев. И первым своим опытом с нами поделится Настя. Пожалуйста. Всем привет! Как вы поняли, меня пригласили поделиться моим опытом с дачи ЕГЭ. Первое, что я должна сказать, это не страшно. Не бойтесь, все будет хорошо. Мы привыкли себя накручивать, очень сильно волноваться перед экзаменом. Это очень сильно мешает. Ни в коем случае не переживайте. Все будет… Вы сдадите настолько, насколько вы были готовы, настолько, насколько вы работали в течение года. Первое, что я должна обязательно вам посоветовать, это регулярные занятия. Регулярные занятия действительно очень помогают. Я занималась регулярно, мне кажется, раза 4-5 в неделю. Ходила на несколько дополнительных курсов. Я ходила на курсы в МГУ по подготовке к математике и физике. Кроме того, у меня была достаточно сильная школа, у нас были хорошие занятия по физике, по математике. Нас готовили с самого начала, нас готовили класс с 7-го, 8-го. То есть физика в 11-м классе для меня не была новым предметом. То есть я просто повторяла уже полученные знания, а не учила все заново. Кроме того, нужно посоветовать выбирать предметы, в которых вы достаточно уже сильны. Учить предмет с нуля – это не самая лучшая идея, тем более накануне поступления такого сложного периода в жизни. Такой предмет, как математика, обязательно предмет сдают все. И в этом году, как и в прошлом, вы можете, вы имеете право выбирать, будете сдавать базовую математику и профильную. Но у меня такой вопрос не стоял, так как я понимала, что я буду поступать в технический вуз. Естественно, я должна была сдавать профильную математику. Ну и я начала к ней готовиться где-то за год. Должна сказать, что математику я любила всегда. Мне всегда было интересно решать задачи не просто школьного уровня и не просто задачи, которые давали на уроках. Но мне также иногда было интересно порешать что-то дополнительное, что-то для себя. Действительно что-нибудь интересное, увидеть красоту математики, увидеть то, как она меняет нашу жизнь. Действительно, благодаря математике мы имеем сейчас очень многое в этой жизни. И как бы поэтому, ну даже несмотря на то, что я всегда любила математику и этот предмет, мне достаточно, я все равно очень сильно волновалась перед ЕГЭ. Я понимала, что мне нужно очень много готовиться. Ну, я начинала с самого начала. Я брала книжки с задачами для ЕГЭ и начинала их решать. Много. Регулярно, несколько раз в неделю. Там на уроках математики мы решали задачи по ЕГЭ. Кроме того, мне очень сильно помогло то, что я участвовала во многих олимпиадах. Я, наверное, участвовала где-то примерно в десятке разных олимпиад по физике, по математике, в основном по математике. Некоторых из них стала призером. Я стала призером в олимпиаде ОММО и в ММО, это Московская математическая олимпиада. Достаточно сложный уровень олимпиад, достаточно сложные задачи. Я очень много готовилась именно для этих олимпиад. Я брала задачи из прошлых лет, просто решала их самостоятельно. Что-то где-то спрашивала у своих учителей, чтобы они не помогали, объясняли, как решать эти задачи. И то, что я была призером в олимпиад, мне добавляло очень большое количество уверенности на экзамене. Я не так переживала. Потому что вы знаете, что у олимпиадников у них большое количество привилегий при поступлении. Если вы становитесь призерами каких-то олимпиад, входящих в перечень, вы получаете 100 баллов по этому предмету, вне зависимости от того, как вы сдали ЕГЭ. Я уже пришла на экзамен, не очень сильно переживая, так как понимала, что мне нужно написать на какой-то такой проходной балл. В прошлом году это было 65 баллов. То есть я понимала, что если я напишу на 65 баллов, у меня будет 100 баллов по этому предмету. И не очень сильно волновалась. Я понимала, что я могу решить половину задач, и все равно все будет хорошо. Но тем не менее сдаваться я не стала и решала все. И решала все на пределе возможностей. Экзамен по математике, я помню, достаточно тяжелое испытание было, потому что времени очень мало на такое количество задач. Если первую часть еще решаешь достаточно быстро, то начиная с задачи части С, на каждое задание, на каждый пункт задания уходит очень много времени, очень много сил. И я, когда уже дописывала последнюю задачу, я понимала, что у меня там остается 5-7 минут. Но все равно паниковать ни в коем случае нельзя. Если вы стопоритесь на каком-то задании, ни в коем случае нельзя останавливаться и просто сидеть над этим заданием. Нужно двигаться дальше. Я так и делала. То есть если я чувствую, что что-то не получается, я просто двигалась вперед. И потом, когда оставалось время, возвращалась к незаконченному заданию. Почему так важно писать олимпиады? Потому что, во-первых, действительно придает большой уверенности на экзамене. То, что ты имеешь уже 100 баллов с очень большой долей вероятности. Кроме того, подготовка к олимпиадам – это просто способ открыть для себя предмет совершенно с другой точки зрения. Действительно, через олимпиадные задачи, говоря о математике, можно увидеть красоту этого предмета. Потому что там бывают действительно очень красивые задачи, которые ты решаешь с огромным удовольствием. Особенно, когда получается их решать. Если говорить лично про меня, то я не осознала, что я люблю математику, физику, технические предметы до того, как я не перешла в свой лицей, который как раз был физмат-лицеем. До этого я считала, что мне нравятся все предметы, я любила гуманитарные предметы. Но вот когда я перешла и начала заниматься упорно именно физикой с математикой, особенности математикой, я осознала, что действительно у меня технический склад ума – это то, что у меня получается, то, что мне нравится. И уже вот в лицее начала думать о будущей профессии, именно связанной с этими предметами. Я очень благодарна своей школе, что мне привили любовь к этим предметам, привили понимание этих предметов, понимание не просто на академическом уровне, а понимание на жизненном уровне, для чего они нужны, и как они помогают нам в нашей жизни. Очень благодарна своим учителям. Я должна сказать всем школьникам, что очень важен выбор школы. Потому что школа – это не просто место, где учат, а школе также очень важна атмосфера и люди, с которыми ты вместе учишься. Меня очень подстегивало, что у нас был талантливый класс, действительно с талантливыми людьми, талантливые учителя, и все были заинтересованы в учебе, и действительно всем нравилось учиться, узнавать новое, познавать новые вещи. Так что при выборе школы всегда будьте очень внимательны, чтобы вам было не просто интересно на уроках, но интересно с людьми вокруг. На самом экзамене очень важно понимать, что нужно бороться за каждый балл. Каждую задачу нужно решать с очень большой внимательностью. А еще мой очень большой совет – проверяйте. Действительно, если остается время, проверяйте. Проверяйте работу не один раз, не два раза, три раза. Иногда ты начинаешь видеть ошибки, они начинают всплывать на третьей проверке. У меня так тоже было на экзамене, я перепроверила свой вариант, нашла целых две ошибки, исправила их, сдала уже исправленную правильную работу. Поэтому обязательно не забывайте проверять свои работы даже несколько раз. Сейчас я хочу разобрать задачу, задачу на параметр, которая, я помню, у меня в середине прошлого года, где-то зимой вызывала полный ужас. Я была совершенно не готова к задаче вот этого типа. Но, тем не менее, я, позанимавшись, прорешав некоторое количество задач на эту тему, я поняла, что на самом деле достаточно просто. Она состоит из нескольких мини-задач, которые просто нужно потихоньку решать. Сами по себе они несложные. Важно просто потом решение все свести правильно. Так, давайте разберем данную конкретную задачу. Найдите все значения параметра А, при каждом из которых система уравнений данная, которая состоит из двух уравнений, имеет более двух решений. Значит, начнем со второго уравнения, так как оно более простое. Это х плюс 2у равно А. Значит, легко увидеть, что данное уравнение задает нам параллельные прямые, то есть задает нам множество прямых параллельных с коэффициентом наклона минус 1 вторая. Во втором уравнении мы раскрываем модуль и на каждой области определения строим дугу окружности. В итоге мы получаем картинку из двух дуг окружностей, которые пересекаются в двух точках. Надо обязательно найти точки пересечения этих двух окружностей. Для этого мы приравниваем два уравнения окружностей, решаем уравнение и находим точки пересечения окружности. Это точка 0,0 и минус 2, минус 4. Ну а дальше, построив эти две окружности, и зная, что второе уравнение задает параллельные прямые, мы должны просто посмотреть, при каких значениях параметра А эта параллельная прямая будет иметь с этими дугами окружностей больше, чем две точки пересечения. Рассмотрим сначала предельные случаи касания. У нас есть такое случае касания к двум дугам окружностей, такое случае касания. Потом у нас есть случаи, когда у нас прямая проходит через три точки этого рисунка. Это случай 1 и случай 2. И вот случаи касаний 3 и 4. Действительно легко видеть, что более двух точек пересечения, это прямая с данными окружностями, будет иметь, если параметр А лежит в этих пределах. Вот в случае, когда прямая проходит между положением 3 и 1 и между положением 4 и 2. Ну и далее, рассматривая эти случаи, мы находим значение параметров А, которые удовлетворяют нашему условию. То есть, если действительно разобраться с задачей, решить маленькие подзадачи внутри этой задачи, достаточно легко можно найти ответ. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. У кого-нибудь есть вопросы? Были ли у тебя шпаргалки на экзамене? Шпаргалок у меня не было, потому что я понимала, что ЕГЭ очень хорошо обсматривается, что кабинеты, где проходят ЕГЭ, очень хорошо наблюдаются. И я понимала, что пользоваться шпаргалками абсолютно бессмысленно. Тем более на ЕГЭ шпаргалки, особенно по математике, шпаргалки тебе никак не помогут. Там не так много материала, который нужно знать наизусть. Большинство этого материала мы знаем еще из начальной школы. Таблицу умножения помнят все. Я ничем не пользовалась, естественно, писала сама. Еще какие-нибудь вопросы? Скажите, а как вы готовились к самой последней задаче? Самая последняя задача, это задача уже повышенного уровня олимпиадного. Я могу сказать, что мне помогли олимпиады. Я решала много разных олимпиадных задач, готовясь к ним. И там было очень много похожих задач именно на теорию чисел. Я, когда шла на ЕГЭ, я не боялась этой задачи, потому что понимала, что могу ее решить. А когда ты уже садишься за задачу и начинаешь ее решать, тебе становится интересно, и ты уже не боишься, решишь ты ее или нет. Все равно просто пробуешь разные способы решения, и какой-то из них тебя выводит к правильному ответу. Были ли какие-то трудности при решении первой части? Насколько я помню, трудностей не было. Еще раз повторю, что нужно быть очень внимательным. Там задачи все стандартные, их вы решаете на уроках в школе постоянно. Просто нужно очень внимательно делать и не ошибаться в арифметике. Арифметику перепроверять по несколько раз. То есть действительно умножать в столбик, аккуратно, никуда не спешить. А скажи, пожалуйста, как тебе родители помогали готовиться к экзамену? Помогали они тебе? Большую часть времени я готовилась сама, но мне родители очень сильно помогали морально. Они меня постоянно поддерживали. Когда я реально приходилось много заниматься, они всегда меня никогда не оставляли. Всегда говорили, готовься, все будет хорошо. Все равно заставляли отдыхать, говорили, что нельзя учиться 24 на 7, это сложно. Нужно давать себе отдохнуть. И еще не забывайте, что учиться, конечно, очень важно регулярно заниматься. Но если правильно планировать свое время, вы можете успевать все. И готовиться к ЕГЭ, и там ходить в школу, и более того, не знаю, заниматься своими увлечениями. Там ходить, танцевать, играть на инструментах, читать. Надо просто давать себе всегда... Вы должны всегда правильно планировать время, давать себе время как на отдых, так и на учебу. И я очень рада, что они всегда были рядом со мной, особенно в этот стрессовый период экзаменов. Еще хотелось бы сказать пару слов про то, как себя вести на самом экзамене. Ни в коем случае не нервничайте, обязательно выспитесь. Выспаться — это хорошо. Хотя я помню, что я легла рано, у меня так плохо спала, я очень нервничала. Но с утра проснулась, и как-то все эти чувства, которые меня переполняли, не так отхлынули. Я так успокоилась и просто села, пришла, увидела задачу, начала решать. Я полностью абстрагировалась от своих проблем, от жизни, просто полностью погрузилась в предмет. И это действительно очень помогает. Также я помню, мне очень помогло то, что у нас были милые и достаточно приветливые сопровождающие на экзамене. И они как-то так улыбались, говорили слова на путьстве, помогали морально. И мне было очень приятно, я не чувствовала стресса в обстановке на экзамене. Спасибо большое тем, кто сидел со мной на экзамене, и был действительно дружелюбным. Остается один день до экзамена. Как лучше спланировать этот день, чтобы успешно сдать все предстоящие экзамены? Ну, за один день до экзамена уже обстановку сильно не изменить. Мой совет такой. Повторить основные формулы, какие-то самые основные понятия. Может быть, решить одну задачку, две задачки, но больше не заниматься. Все остальное время отдыхать, поужинать с семьей, посмотреть, может, какой-нибудь фильм, расслабиться, ну и лечь рано спать. И с утра встать и идти с боевым настроем на экзамен. Так что напоследок хочу пожелать всем большой удачи на экзамене. Сейчас хочу передать слово моему другу Дане Расторгуеву. Привет, меня зовут Даня, и, как вы знаете, я сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов. Я так понимаю, сегодня я должен рассказать вам, как сделать точно так же. Собственно, вот, из чего состоит ваш балл ЕГЭ. Это какой-то ваш основной средний балл, который вы, наверное, прекрасно знаете, потому что все писали диагностики. Но если посмотреть, скажем так, список поступивших на физтех с баллами ЕГЭ, то, скорее всего, у верхних, наверное, человек 50 или, может быть, 100 баллов по математике. Но все равно я считаю, что это такой себе достаточно неплохой успех. И если кто-нибудь из вас напишет математику или какое-либо другое ЕГЭ на 100 баллов, я думаю, лицей будет вами гордиться. Итак, как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Ответ прост. Нужно было готовиться. Собственно, расскажу немного о том, в чем состояла моя подготовка. Единственный курс вне лицейской программы, который я посещал, это был курс решения сложных задач из части С, ну или части 2, как она сейчас называется, здесь, в лицее. У Ольги Владимировны Боровских. Спасибо ей огромное. Она рассказала нам очень много интересных методов решения задач, ну и некоторые из них пригодились при решении ЕГЭ. Конечно, на этом курсе мы покрыли намного больше, чем часть С в том виде, в котором она есть. То есть, опять же, благодаря тому, что в последнее время в части ЦЭП математики задачи такие, относительно типовые. То есть, скажем, в сравнении с ЕГЭ, что был 5 лет назад, они значительно стандартизованнее, что ли. Но в любом случае вещи встречаются не очень тривиальные, и решать это надо уметь. То есть, если вы умеете решать, то вы молодцы. Ну, за считанные дни, что остались до ЕГЭ, я думаю, вы еще в состоянии вполне себе научиться решать какую-нибудь одну задачу. Например, последнюю задачу, кажется, на теорию чисел. Там не требуется особых знаний, но нужно применить некоторую логику и смекалку. Скажем так, если вы прорешаете с десяток таких задачек, то вы значительно поднимете свои шансы на хороший балл. Основную часть своей подготовки, то есть, наработка, опыт, вы уже совершили. То есть, вам нужно надеяться на удачу и поспать хорошо. Да, это очень важно. Это невероятно важно. Ну, и с хорошим баллом ЕГЭ, скажем так, от 80, ну, например, 80 по математике и 80 за все остальное, этот балл практически гарантирует вам поступление на какую-либо специальность в большинство вузов страны. То есть, грубо говоря, вы не поступите с таким баллом только на физтех или в вышку. 240 баллов и практически любой вуз охотно распахнет для вас свои двери. Никто не говорит вам, что 100 баллов – это прямо такое необходимое условие. Но мне кажется, что приемная комиссия, скажем так, с уважением отнесется к 100-бальнику. То есть, на вас будут смотреть чуточку, скажем так, с большим уважением, нежели вы бы написали на 90-бальнику. Итак, у нас прошел семинар, на котором наши замечательные золотые медалисты поделились своим опытом успешной подготовки к экзаменам. Спасибо им за это огромное. Спасибо всем участникам нашего семинара. И в конце мне, конечно, хотелось бы все-таки сказать про то, что успех, друзья мои, он складывается из следующих составляющих. Из следующих составляющих – это не более 1% везения и не менее 99% труда. И хочется пожелать всем выпускникам 2016 года веры в себя, упорства, уверенного владения накопленными знаниями. И всем, всем достойных результатов на экзаменах. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ